Продолжение следует... ...застраивается большая промзона Серб и Молот, огромным жилым комплексом бетонных человейников. И это, конечно, надо останавливать, потому что если они это достроят и заселят, то это будет просто полный коллапс района. Это увеличение населения района в два раза, ну, со всеми вытекающими последствиями. Причем на пересечении третьего транспортного и шоссе-энтузиастов. То есть пресечении двух крупных транспортных артерий, которые и часто забитые, а так они встанут окончательно и не встанет полгорода. Та же самая реновация, которую вам, насколько я знаю, удалось отбить, ну, кроме, может быть, партики одиозных домов, где подделали протоколы общих собраний собственников, у нас все не так хорошо, у нас некоторое количество домов тащили в реновацию, но огромное наше достижение, что мы отбили поселок Дангауэровка. Это конструктивистский квартал, похожий на вашу Русаковку, который фигурировал, кстати, в той же статье, о которой говорила Саша Порошина, что вот, там была статья, на самом деле, про то, что жители трех конструктивистских поселков будут переезжать. Это ваша Русаковка, это наша Дангауэровка и еще один, я не помню какой. А, Усачевка, да? А, и может быть Русаковка, да, не помню. И когда мы с Сашей после этого стали писать разные письма, расскажите-ка нам, граждане-чиновники, а что это вообще такое, там сразу захлопали лапками, сказали, нет, 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 это все неправда, это все такого нет, но все время приходится отслеживать. И да, мы живем фактически в оккупированном городе. Фашистская власть, которая сносит наши исторические дома, которая действует в точности по рецепту Кальтенбрунера, что уничтожение культуры это уничтожение духа нации, которая отдает нашу землю для того, чтобы сверх богатые люди получили прибыли, которые здесь не живут, которые живут на виллах, в лучшем случае в Подмосковье, а в худшем случае за границей. А здесь они хотят построить гетто, чтобы люди в этом гетто умирали, а они получали прибыль. Этого не будет. Мы не отдадим наш город, это наш малоэтажный зеленый город, и нам решать, как здесь жить. И я хочу напомнить, что через месяц у нас выборы мэра, поскольку в этом году Собянин, используя монополию муниципальных депутатов на так называемый муниципальный фильтр, не допустил ни одного маломальски сильного кандидата. Многие люди спрашивают, а что же делать, а голосовать на Незыково, и все равно, говорят, результат-то нарисуют в этих участках в Подмосковье и в каких-то поселках. Значит, для таких людей могу предложить хороший рецепт. Голосовать недействительным бюллетенем. То есть приходить на участок, отмечать больше одной галочки, можно писать любые фразы, которые вам нравятся, главное попадать в галочки. За Москву, за хамовники, против строек. Зачем это нужно? Во-первых, это позволяет показать уровень протестности района. То есть вы показываете, что вас не устраивают такие выборы без выбора. А второй момент следующий, что любой голос, который не за Собянина, он снижает процент Собянина. И если за Собянина будет в первом туре меньше 50%, будет второй тур. Это будет, конечно, ему очень большая пощечина. И третье, самое главное. Обычно недействительные бюллетени, это бюллетени, где люди ошиблись, их очень мало, там, порядка одного процента. Когда их становится сильно больше статистической погрешности, то есть 5%, 10%, это ЧП, это скандал. Это демонстрация протестного уровня района. И чем больше будет такой процент, тем больше вас будут опасаться, и тем больше с вами будут считаться. Это такой в нашей извращенной системе способ показать, что вы не согласны, что с вами придется считаться. И я очень рекомендую этот способ, потому что я думаю, что в этом году будет просто соревнование районов, где больше будет недействительных бюллетеней. Чем больше, тем лучше.